Пару дней тому назад состоялся митинг в Екатеринбурге, собравший несколько тысяч человек. Этот митинг был против того, чтобы отменить прямые выборы мэра. На митинге участвовал нынешний мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, достаточно известный человек, а также популярный блогер. В России осталось всего несколько городов, где прямые выборы мэра сохранились. Во всех остальных городах они были отменены. Меня не удивляет то, что собираются избавиться от Ройзмана и поэтому принимают такое дурацкое решение. Меня удивило высказывание депутата Государственной Думы, некоего Евгения Федорова, о том, почему нужно отменить выборы. Если бы нужно было специально придумать этот текст, я думаю, что ни у кого бы не получилось. Но Евгений Федоров не просто фантазирует, он на самом деле пытается защитить свои аргументы в кавычках, плохо укладывающиеся в нормальной голове. Краждан лишили права выбирать мэра. Ну, у нас сейчас, по-моему, 9 городов областных центров остались, еще пока идут выборы. Не добили, да? Надо отменять, но это очевидно. И, кстати, вся аргументация была здесь сказана, в том числе и Евгением Ройзманом. Вот смотрите, он же совершенно правильно сказал, что вот почему-то выборы президента надо саботировать, то есть они не важны, а выборы города почему-то важны. Явно тут нет последовательности, это явно какая-то конъюнктурная позиция, это первое. И мало того, он сказал причины. Он правильно же сказал, любые выборы – это деньги. Но, извините меня, это значит коррупция. То есть, отменяя выборы, вы автоматически отменяете необходимость гарантированного попадания на избирательную должность коррупционера. Потому что ему надо собрать полмиллиарда, а то и миллиард. Он цифры сам назвал. Если для округа это там по 25, то сколько же стоит мандат на весь большой такой богатый город? Вот я и думаю, сколько стоит мандат в Государственную Думу? Вы, как коррупционер, сколько заплатили за место в партийном списке? Значит, смотрите, вот вы пытаетесь съедничать, а мы-то говорим о серьезных вещах. И отсюда возникает и третий пункт. А третий пункт – люди, наконец, сообразили. Поэтому и такое малое количество людей, которые готовы заниматься вот этой ерундой, какой-то ерундой, они сообразили, наконец, что выборы – это просто спектакль богатеев. Кстати, и Ройнман об этом говорил. Это спектакль богатеев. В какой стати люди сообразили, что чем больше они будут участвовать в спектакле богатеев, тем они хуже будут жить. Слушайте, но вы участник спектакля богатеев, да? Вот вы сами себя зачем-то порите. Жители Киенбурга выбрали не спектакль и ухудшение жизни, а нормальное налаживание жизни без спектакля и нормальной вертикали власти, которое только и приведет к повышению качества жизни. Они отнюдь не скидывали на миллиарды, на избирательные кампании, кто, значит, какую прессу лучше купит. Поэтому это зрелость. Зрело жители Киенбурга. Подождите, жители Киенбурга не принимали же такое решение. Принимали депутаты законодательного собрания Свердловской области. От «Единой России» в основном. Отражают мнение жителей. Мотивацию я бы сказал. Если бы жителям было не нравиться, они бы нашли способ выразить свою позицию. То есть надо было вывезти на улице 40 тысяч человек и еще что-нибудь погромить, видимо. Так я понимаю? Нет, не вывезти 40 тысяч человек по одной причине. Потому что столько дураков не найти. Все, что мне удалось найти о господине Федорове, так или иначе указывает на его неадекватное состояние ума. Возникает вопрос, как же так? Человек явно психически болен и все равно находится в органах законодательной власти. Неужели в России нет никаких рычагов, которые могли бы это регулировать? Хочется добавить только одно. Пришлите ему, наконец, психиатра. Ибо его буйное помешательство уже трудно игнорировать. Продолжение следует...